Какие вопросы есть, Анюта? Давайте сразу к делу, потому что... А, давайте, хорошо. Хотела спросить у вас, вот у меня такая ситуация с кишечником, когда я, помните, к вам обратилась, вот в душевно-то всё равновесие есть, а вот проблема, вот не могу никак вот в туалет сходить, я не знаю, что делать, у меня там атрофировалось или как, и вот из-за этого у меня пошли проблемы с психикой, ну, я в больнице отлежала, правда, в неврологической, потом, вот не понимаю, думаю, вот только началось у меня как онемение, я чувствую, что как вот смерть, думаю, что такое, а потом раз у меня возвращение, я не понимаю, почему у меня Господь вроде как... И я в туалет не могу ходить, и чувствую, что и вроде ем, и в живот у меня не появляется, что это такое вообще, и чувствую, как вот не понимаю, что со мной происходит, это что за явление такое, и может как-то Господь к чему-то приводит меня, но я поняла, что свои ошибки, то, что я, обиды у меня были на близких, родных, то, что вот, или держаться за свою плоть не надо, я всегда говорила, что надо, не бойся убивающее тело, бойся убивающую твою душу, по Евангелии, по Библии же везде написано, и думаю, вообще, как же так вот, не понимаю, вот испытания такие дали, то боли такие невыносимые были, то всё пройдёт, всё хорошо. Господь, ты вот сейчас говоришь, Господь не даёт, Господь посылает, а с чего ты берёшь, что это всё Господь посылает? Откуда ты знаешь, что вообще рядом с тобой Бог есть? Ты откуда это взяла? Ну, потому что я чувствую Господа, я понимаю, что Он рядом со мной, как бы ни было со всеми, какой бы даже грешник ни был, я не внушаю себе каких-то плохих мыслей сейчас. Когда Господь рядом с человеком, с человеком благодать рядом, понимаешь? Дух Святой. То есть человек находится в постоянной радости, что бы с ним ни происходило. Если человек впадает в эти различные состояния, страхов, сомнения, рядом с ним нет Бога, потому что Бог не может присутствовать там, где грехи страшные, смертные грехи, боязнь. Это смертный грех. «Участь боязливых в озере Огненном» написано. Дух Святой присутствует только там, где чистота, понимаешь, где стремление к святости, к чистоте. А так что вот это вот ты приписываешь к себе, вот Господь так и сделал, вот все делает. Ты к Господу еще не приблизилась ни на сколько. Надо начать. Вот ты в прошлый раз косынку вроде голову покрыла, сегодня вот ты парик одела. А зачем ты это делала? А я вообще волосы обрезала после всего, вот как у меня случилось, как я обрезала. Причем здесь волосы обрезала? А парик-то зачем одела? Я в парике всегда хожу, потому что, ну, мне стыдно, подумаешь, что какая-то неадекватная. У женщины существует покрывало на голову. Это знак перед ангелами, это знак того, что женщина молится. Для чего женщина покрывает голову? Она тем самым показывает Богу, что она молится, понимаешь? Парик имеет противоположное назначение у женщин. Это знак для демонов. Поэтому о чем говорить-то ты? Мы с тобой вот поговорили, ты вот мне писала там, а из нашей беседы совершенно ничего не взяла на вооружение. Ты все вывернула так, что для себя по-своему все, ну, как будто, знаешь, все как будто тебе и не надо ничего. Ты объяснила все, люди тебя искушают, тебя никто не искушает, тебя искушают твои собственные мысли, вот то, что у тебя в голове находится, то, что внутри тебя есть. Вот. Апостол Иоанн писал, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Это о чем говорит? Вот каждая мысль, приходящая в голову человека, ее надо, прежде чем направить ее в сердце, вот мы должны ее анализировать, что это за мысль, от кого она. Нельзя же так, что приходит в голову, сразу это принимать в сердце свое. Ну, да. Все надо следовать в соответствии с Писанием. Вот написано, где Дух Божий, там свобода. То есть, что за свобода? Свобода от греха. Ты говоришь Бог рядом со мной, вот, а ты проверь, свободный ли я от греха. Вот это и есть показатель присутствия Духа Божьего. Если в тебе нет свободы, если ты продолжаешь грешить, значит, и Бога рядом нет с тобой. Конечно, Бог, Он за каждым воробушком смотрит, за каждым травинкой. Он присутствует во всем этом. Но помогать начинает Бог, как бы, соучаствовать в жизни человека, только того, который посвящает свою жизнь Богу, который доказывает своей жизнью любовь к Богу. Так, чтобы вот жить там, своей жизнью как-то, как захотела, да. Все не захотел, покрыл голодом, захотел и сняла. То направо, то налево. Это называется теплоохладность. Разберись с этим, постарайся услышать. Я знаю, что тебе это в сердце не войдет. Тебе вот сейчас это бомба шло, и опять же все это на свой лад все переделаешь и поймешь все превратно, все по-своему поймешь. Запоры это все лечить надо. Запоры я тебе одно могу сказать. Это сейчас у, ну, можно сказать, у половины населения планеты из-за неправильного питания это наш кишечник имеет форму такой гармошки. Вот. И вот эта вот гармошка, она такое свойство от неправильного питания, от неправильной перистальтики. Она нарушает свое вот это ну, сжимание, разжимание. Вот это надо просто к врачам обратиться. Эта операция недорого стоит, я не знаю, 15-20 тысяч. И через три дня ты будешь дома уже и все нормально будешь справлять свои нужды. В этом нет совершенно духовного основания никакого. А ты видишь, ты уже по-своему все переделала куда-то духовные свои отношения с Богом переносишь. В этом нет ничего такого. Ничего не придумывай. Все сравнивай со священным писанием. И помни всегда, где Дух Божий, там свобода. Свобода от греха. Человек постоянно находится в радости, понимаешь. Он постоянно находится в созидании, в стяжательстве Духа Святого. Он как бы, он идет рука об руку с Духом Святым. Он рядом, Господь ведет его за руку, этот Дух. И они оба радуются, чтобы не происходило каких бы болей или препятствий в жизни. Ну да. Да, случилось, конечно, все. Вот она проверка есть веры. То, что в храм ходила, все было нормально, а потом вот попала и теперь вот нагрешила перед собой даже. Да не надо ничего оценить. Это вот это женское ваше. Не надо смотреть, что было. Что было, то прошло, понимаешь. Надо вперед смотреть. У каждого святого есть прошлое. У каждого грешника есть будущее. Все впереди. Ты не последний день живешь. У тебя есть возможности все исправить. Исправить можно прямо с завтрашнего дня начать все. все и поставить, расставить по местам, начать делать все как нужно. И все, и все пойдет как надо. Понимаешь, это сатана попытается переубедить, что нет, у тебя не получится, все сложно, ты там посмотри, тот тебе помешал, так я неправильно сделаю. Забудь прошлое. Прошлого не существует. Все прошлое только в нашей памяти. А память, она свойств никаких не имеет. Память это всего лишь люди травму получают от головы и он больше ничего не помнит. Ну что, это значит, что он жить перестает? Он живет естественно в будущем. Вот и ты, представь, нет у меня никакого прошлого. Никто ни в чем плохого ничего не сделал, никто ни в чем не виноват. Я ошибалась, я все исправлю. Все исправь, иначе не новую жизнь. Все настолько элементарно. Жизнь в Боге и с Богом она проста, понимаешь? Он сам говорит, Господь, пути мои они не сложные. Время мое не тяжко, он говорит. То есть, оно легкое время. Это не уголь грузить, это просто исправить свое мировоззрение и все. Ну да. Что тебя заставляют что-то непосильный труд что-ли выполнять делать как написано, делать все как опять же соединить с людьми, которые более-менее знают Бога и живи рядом с ними. Ну, мне так и сказали, что окружи себя людьми, которые наоборот на позитиве, которые христиане. Ты же общалась и в храм ходила, там все, почему ты, говорит, стала общаться с другими. И вот, когда я стала общаться с людьми маленько другого направления, они мне стали наоборот еще, ну, как сказать, додалбливать дальше, что типа, ну, вот, что тебе, Бог твой дал, вот, видишь, ты сейчас болеешь, вот, почему ты, ну, не отказываешься от него, вот, что вы эти кресты носите, вы смерть на себе носите, вот, ну, так вот пытаются на меня нагнетать. Ну, и зачем ты с этими людьми общаешься с себе плохо с ними, зачем тебе с ними общаться-то? Я стараюсь с ними общаться, но у меня, ну, как бы сказать, мы с мамой живем, то, что еще с ребенком, и постоянно приходят ее знакомые, и бывает, вот ты ее достала, вот ты болеешь, ты всех мучаешь, сколько это можно, вот, раньше, я говорю, как раньше, когда я в храм ходила, всем любовь давала, говорю, всем помогала, я говорю, все сразу ко мне обращались, а как у меня стало, ну, плохо, что вот, я маленько от Бога отошла, и сразу, говорю, меня все обличать начали, и вы меня добивать начали, и никто не поддержал меня, я говорю, меня только Господь всегда поддерживал, мне было хорошо, и я знаю, что Бог только нас чистой любовью любит, а люди, они давят. Ну, что я проговорил, что не надо, не вспоминай, кто чего говорил, забудь обо всем, не надо ничего, главное это поймить, что никто тебе не может помешать на пути к Богу, кроме тебя самой, как Златоуст писал, что ни я, ни Бог тебе не помогут, если ты сам себе не поможешь, опять же, вопрос такой, а может ли Бог создать камень, который не сможет поднять, то есть представляет Бога как бы не всемогущим, а Бог не всемогущ, Бог не может делать зла, не может насильно исправить пути человека, потому что Он создал природу человека, Бог, Он есть любовь, Он не насильник, Он никогда воле человека не мешает, Он не сможет, голову себе вот это вот, как говорится, вбей просто, насильно вбей туда, что всё во мне, что во всех делах только я могу править положение. не надо не искать никого, этот дух, у меня на канале есть беседы там с несколькими женщинами, которые, у вас эта женщина, он в первую очередь дух вот этот вот испытывает, да он даже не испытывает, а он мучает вас о прошлом, я тебе дам ссылку, послушаешь её, ты себя там увидишь в ней, я у неё предбеждаю, я с тобой разговариваю, мне плохо становится, этот дух на меня переходит, я не хочу находиться в твоём духовном состоянии, я люблю состояние радости, состояние свободы, а зачем всё это? Ну да. Окружи себя именно любовью Божией, сначала ты сделай к нему, мы только можем открыть Богу дверь, Бог насильно в нашу душу не вламывается, понимаешь, он не открывает эту дверь сам, он стоит и стучит, только ты ему открывай дверь сама, навстречу идей. А вот как не перепутать его, вот сейчас такая идёт, как сказать, ну, под внешними, ну, разные сейчас скрывается же сатана под разными обликами, и говорят, лучше обращаться к Деве Марии, так как бесы боятся её. А Иисус Христос, ну, сам Антихрист может принимать образы, как вот не спутать образы, даже не образы, а как не спутать дух, который в тебя входит, не перепугаться, чтобы не было... где дух Божий, там свобода, там свобода и радость, и всё, его ты ни с чем не перепутаешь, понимаешь, дух, святой духу, это радость, постоянная и свобода в сердце, ну, а где лукавый дух, там сомнения какие-то, дух Божий, он учит и руководит жизни человек, который его впускает в свет. Ну да. Нету других путей. Ой. Так что вот так вот вот как-то надо это... Не надо играть с Богом в эти игры. Сегодня я верю, завтра я не верю, сегодня я мирская, завтра я Божия. Ты уж выбирай тогда один путь какой-то или ты христианка, или ты мирянка. Ну, мне вот задают такой вопрос, ты тебе вот 29 лет, а ты себя в бабки вписала, вот почему ты в храм ходила, зачем тебе надо, у людей психика съезжает на этом... Ну, подожди, мы вот говорили, что о прошлом давай не будем вспоминать. А как вот избавиться вот от этого прошлого, ну, чтобы оно не возникало как-то даже на словах там не было вот этих вот каких-то дурных мыслей, чтобы от него уйти. День вчерашний, он прошел, его больше никогда не повторится. У тебя есть только будущее, понимаешь? а вчерашнего у тебя нету, его по определению нету. Живи вот тем, что у тебя сейчас есть. Ну, да. Попробуй это в душе своей понять, образ нарисуй. Ты привыкла думать о прошлом, поэтому вот ты этим и живешь, вот этим состоянием. Перейди в другое состояние. и это несложно сделать. Отгони этого духа, который тебя туда тянет, в это прошлое. Отойди от меня, лукавый дух. Я не хочу жить тем, что ты мне навеваешь. Ну, да. Еще идут из семьи, наверное, вот эти вот все, потому что как бы я всегда с мамой, я ее боюсь обидеть, а она ну, вот видишь, как бы начинается у нас разговоры, что не ищи внешнего. Внешнего нет ничего. Все внутри тебя, внутри себя ищи исправление. Не надо никаких мам, никого, вообще не вспоминай никого. Все внутри тебя. Ну, попытай себя по-другому. Понимаешь? У нас просто не получится. Ты просто еще, тебе надо несколько дней, возможно, просто осознать это. Ты этого еще не понимаешь, у тебя мышление не устроено, так? Освободи свои мысли от всего этого, от внешнего освободи вот это все. Никто тебе ни в чем не виноват, понимаешь, в том, что у тебя что-то не складывается в этой жизни. Все только в тебе, во всем виноват только ты. Исправить все можешь только ты, никто тебе не может помочь, ни Бог тебе не может помочь, никто абсолютно, только ты сама, пойми это. Напиши себе на стене огромные буквы, помочь себе могу только я сама. И постоянно читай это. Ну да, вот это, наверное, самое нужно написать, чтобы не было каких-то вины в прошлое, чтобы не возвращаться в это, оно тянет только с тебя все, и еще хуже становится. Ну и всякие депрессии, раньше такого общения. Это и есть, это и есть состояние ада. Вот ад это и есть, вот это вот состояние, понимаешь, ты будешь находиться в вечности, и вот будешь думать о том, кто виноват в том, что ты туда попала. Ты в вечности будешь вот это только анализировать, ходить по кругу. Это мама виновата, это вот эти виноват, это и будешь так миллионы и миллионы лет об этом только думать. А другие будут в раю радоваться, потому что они не жили в прошлом. Ну да. Мы есть по образу Божию созданы, а Бог, Он Созидатель, Он Творец, понимаешь, а творчество предполагает только будущее обстоятельства, в будущую жизнь. В прошлом творить нельзя, творить можно только в будущем. Нарисуй себе будущее, что бы ты хотела сделать в этой жизни. И все, и делай это. Ты создана по образу Божию, ты Творец. Сделай сама свою жизнь. А как только ты станешь на этот путь, Господь с радостью тебе во всем поможет. Ну да. Это была вторая попытка помочь этой бедной женщине. На следующий день она выставила эти фотографии ВКонтакте и пригласила меня в друзья. Да придет царствие твоей Господи.